Закончился вебинар «Как заработать максимум, сдавая в аренду свою недвижимость в Испании». Это очередной вебинар из цикла «Сам себе риэлтор. Или мы покупаем, или нам продают». Что мы обсуждали на этом вебинаре? Мы обсудили три эпохи истории законов о варенде. Первая эпоха, когда полное право имели квартиросъемщики. Вторая эпоха, когда проект пересмотрел свои взгляды и отдал все права квартироздатчикам. И сегодняшний момент, что же происходит на рынке сегодня. Также очень важное значение имеет закон о побережье. И новая реформа уже вышла. Она обсуждается о том, чтобы продлить аренду жилых помещений на первой линии пляжа еще на 75 лет. Поэтому, покупая недвижимость в Испании, внимательно смотрите на план «Парсиаль» и проверку законности постройки. Как составляется договор об аренде и чем он отличается? Договор на постоянное место жительства и на временный срок. Что нужно спрашивать с тех людей, которые снимают у вас в аренду квартиру? Где застраховать вашу квартиру? И имеется в Испании страховка, которая бы страховала нас от нерадивых арендосъемщиков. Потому что, как правило, мы живем в России, а покупаем в другой стране и должны быть полностью застрахованы. То есть, какие документы являются свидетельством, что можно делать и что нельзя. Все это мы обсуждали на нашем вебинаре. Также провели небольшую анкету, для чего люди, в принципе, сегодня покупают недвижимость и чего они от этой недвижимости ждут. Вот такая картина у нас получилась. То есть, владеть хотя бы 86, владеть или арендовать был вопрос. Владеть получением пассивного дохода, низкий процент ипотечного кредита. На какой срок предпочтительно сдавать в аренду? То есть, на какой срок вы хотели бы сдавать в аренду вашу жилье? На постоянный или на высокий сезон? Мы обсуждали и пришли к определенному выводу. То есть, для того, чтобы это прослушать, вам нужна полная зависть. На примере экономического жилья и элитного прошел анализ, что выгодно покупать, по каким ценам и какое жилье на сегодня приносит большую прибыль. Мы обсудили цены, мы посмотрели, в какой период, сколько стоит, если заказывать себе жилье, заказывать себе отдых на две недели через Booking.com в частности. И какую картину получаете вы, если вы владеете этим жильем? То есть, какая ваша прибыль, в какой процент вы получаете в год от своих вложений? То есть, все это зависит от сезона и от того, какой объект вы получаете. Также моя команда «Твой дом в Испании» готовит по каждому вебинару материалы, раздатку. Так она называется. Это рабочие тетради и интеллектуальные карты, где вы можете в любой момент вернуться, записать какие-то свои мысли, какие-то свои вопросы. И ответить мы можем на еженедельной встрече, на еженедельном брифинге «Вопросы и ответы». То есть, мы собираемся в ближайшее время, 13-го числа, 13-го марта, в среду. Я вас всех жду с вашими вопросами. Подписывайтесь. Внизу под этим видео будет ссылка, где вы сможете подписаться. И приходите, задавайте, потому что покупка недвижимости – это непростое дело и немаленькое вложение. С удовольствием ждем ваших самых-самых таких вопросов, на которые я одинаке от подвижимости вам не ответит. И приходите. С вами была Оксана Майкова и «Твой дом в Испании». С вами была Оксана Майкова.